Хорошо, просто не спеши, скоро все закончится. Ты ведешь себя как идиот. Просто поднимись наверх. Всем привет! С вами Ворма, игра The Walking Dead, второй сезон. Второй эпизод, и мы продолжаем его проходить. Остановились на том, что добрались до какого-то домика. Убегаем вообще из дома, где жили до этого, потому что нас нашел этот Карвер. Который вроде бы как является плохим человеком, но мы этого не знаем пока точно. Сдохло. Радио, так понимаю, да? Думаю, он здесь спал. Но у тебя проницательность большая. Парень сказал, что у него есть еда. Даже ножа была, что хоть что-то остаться. Ну, в сундуке, скорее всего, это. Но мне интересует нож. Даже смотреть на него не буду, просто беру. Чувствуется неплохо. Фонарь какой-то тоже яркий. Скорее всего, его нужно будет взять потом. Но что-то он какой-то незабельный. Окей. Посмотрели на сундук. Замечательно. А, то есть в любом случае мне нужно было бы взять нож, чтобы его вскрыть. Окей. Полно еды у него. Прям дофига еды, я вижу. Замегардс Гамбит. Похоже на Василин колец. А я уж думал, что у нас все плохо. Ты только посмотри на этот бардак. Он не брал, у него была еда. Хренов Ник. Ник потерял близких, с этим никто не спорит. Он вышел из-под контроля. Вот об этом я говорю. Как из-за него кто-то из нас может погибнуть? То есть ты знаешь кого-нибудь, кто может такое сделать? А, много кто? Теперь это происходит постоянно. Это пиздец. Прости за мой французский. Персики. Мы такие взломдорки рухавые. Забавно. Она похожа на тебя. Эй, Клем. Здесь не так уж много еды, и Ребекка, но... Она из-за двоих. Думаешь, можем оставить это между нами? Ты знаешь, я ненавижу об этом говорить, но... Я не буду ли тебя врать. Иди в эту жопу. Ты, блядь, мне даже не помог. Прости, я не должен был ставить тебя в такое положение. Досадно. Ник был хорошим парнем. Он сейчас хороший. Он просто запутался. Мы все не идеальны, черт. Я рад, что ты с нами, Клементино. Ты да это только что другое говорил. Ты, блядь, конченый вообще, что ли? Или что? Я не понимаю. Это что еще такое? Ну, ходячий на выстрел пал, что это такое? У нас проблема. Да, мы видели. Итак, выдвигаемся. Ну, и чего мы ждем? А ты как думаешь? Нам следует быть осторожными. Осторожными? Ну, пять дней в дороге. Моя спина уже отваливается. Похоже, никого нет дома. Дурак, что ли? Черт, крепко заколочено. Пойду проверю парадный вход. Я с тобой. Так хорошо было бы узнать, что... Чего я не успел прочитать. Сука. Наверное, наверху обзор будет получше. Разведаешь? Тебе будет легче подняться. Я что, обезьяна? У меня был дом на дереве. Вот отлично. У меня он не нравился. Почему? Ты там ли встретила? Ну да, почему маленькая девочка не залезет на вершину, когда штурм надвигается? Сука, выдолбанный гений просто вообще. Все взвалили на плечи, короче, девчонки. Главное, не спеши. Я поймаю тебя, если упадешь. Наверное. Залез бы сама сего. Хорошо взялась, да. Когда был мальчишкой, мы прыгали по крышам в центре города. Так, да, это было бы здорово. Это так глупо. Да, да, верно. Однако штука в том, чтобы не смотреть вниз. Давайте посмотрю. Не могу. Ну, ё-моё. Эй-эй-эй, ты молодец. Просто смотри на меня, хорошо? Ты молодец. Хорошо, просто не спеши, скоро все закончится. Ты ведешь себя как идиот. Ха-ха-ха. Просто поднимись наверх. Ха-ха-ха. Ворона. Ворон, точнее. И что мы видим? Мы видим... Нифига. Залезла. Видишь что-нибудь? Я вижу мост. Машина какая-то едет, смотри. А, нет. Это фонаром кто-то светит. Подожди, я что-то вижу. Что? Свет? Подожди, вот еще один. Люк! Люк! На, кто-то пришел. Я уже вижу одного человека, который нам... будет знаком. Вот его опять был вид. Черт. Вон он, вон он стоит. Ха-ха-ха. Брошь, репитер. Живучая свинья, ну блин. Ой, блин, вот когда первый раз это проходило, это был просто шок. Вот реально у меня просто был шок, когда я узнал, кто это. Слушайте все вы, просто успокойтесь. Кто вы? Собирайтесь на собак расти. Прости, дорогуша, но я, блядь, похожий на вора. Успокойтесь все. Эй, прядь, ты сам, блядь, успокойся. Сара, спрячься за мной. Просто скажите, кто вы. Никого мы не собираемся грабить. Положи пушку, приятель. Эй, эй, эй. Пожалуйста, просто делайте, что он говорит. Кенни? Подожди, ты знаешь его? Клементина? Черт. Я так понимаю, что да. Эти люди с тобой? Поговорим внутри. Отлично. Как раз начал готовить ужин. Как же вам, блядь, повезло, что с вами Кенни, что с вами Клементина, то есть. Скоро начался гроза. Пожалуйста, проходите. Сразу все подружились, прям. Ох, прям все супер. Как он, блядь, выжил вообще, а? Сука. Живучая бородатая свинья. Матершинная. Лодка, я так понимаю, я так и не нашел. Прям смотри, что натворили, прям. Прям атмосфера такая. Кенни и Сарит у нас уже несколько недель. Судя по всему, раньше здесь была лыжная база, поэтому у нас здесь полно еды. Хочешь вверх, хочешь нет, но мы все еще получаем энергию от водерной турбины там на улице. Мы стараемся включать весь свет ночью, чтобы не привлекать внимание. Но после того, как нашли эти вещи на складе, мы не могли устоять и... Что смешно? Да ничего, Волт. Волтер у нас тут умный сукин сын. Притом готовит неплохие бобы. Ну, почему бы вам дали не болтать, пока я не приготовлю ужин? Пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Можете оставить вещи там. Да хоренц два. Спасибо за предложение, но я ставлю свою пушку при себе. Вы наши гости. Вам не стоит смыкаться. Пускай тогда его напустят в оружие. Кенни? Ты ручаешься за этих людей, Клем? Если скажешь, что они нормальные, то я могу... Клементина? Я не могу говорить за всех. Без обид. Бек, это их дом. Мы найдем место лучше этого, чтобы переждать ночь. Пап, смотри! Новогодняя елка. Не сейчас, Сара. Разве не здорово? Мы нашли все это на складе. Она потрясающая. Не, ну серьезно, вы пришли прям в чужой дом и, сука, блядь, сложите оружие просто и все. В чем проблема? Возгости примерно принимают только за девчонки, а вы на то, что вы взбухаете какой-то херней. Хорошо, идите со мной, я покажу, где вы будете спать. Сейчас пытаюсь акцент ее отыгрывать. Прям вообще, смотри, идиллия. Как ты выжил? Просто напомни мне или расскажи заново, не знаю. Все еще носишь эту грязную кепку, да? Знаешь, я был почти уверен, что вместе с тобой я увижу Ли. Вы двое были неразлучны. А, он не в курсе. О, черт, я не хотел, просто сложно не думать об этом, понимаешь? Он спас меня. Я знал. Я знал, что спасет. У парня был сердце огонь, сто пудов. Черт. Мы с Ли не всегда ладили, это точно, но... Когда мой сын, ну... Он позаботился о нем. Я никогда этого не забуду. Итак, где ты оказался в итоге? Я была с Кристо и Амидом. Амид, ну... Мы с Кристо и я были какое-то время вместе, но потом на нас и напали. Она пропала. Похоже, тебе пришлось нелегко. Прости, дорогая. Я надеюсь, что я мог бы найти тебя позже. Кристо сказала, что ты мертв. Так я мертв. Это все сон. Больной ублюдок. Прости. Неудачная шутка. По какой-то причине я решил спасти этого ебаного сыкуна Бена. Потом появился чертов Рой. Я не смог помочь парню, но сам выбрался. Если вкратце, то мне повезло. Очень повезло. После этого я очень долго бродил в одиночестве. Это... А потом я встретил Сариту. Слава богу. Господи, как здорово, что ты вернулась. Вспоминайте Бенуэ. Клем, это моя девушка, Сарита. Разве она не прекрасна? Приятно познакомиться, Клементина. Эй, Уолт, где Мэтью? Все еще рыскать снаружи? Ну, разумеется. Что ж, пойду готовить. Карлос, так? Карлос, так? Вы не против, если я украду вашу дочь на секретное задание? Будет на виду, солнышко. Мы можем чем-нибудь помочь? Мне бы приходилось в вашу помощь. У нас много припасов снаружи, которые надо занести, прежде чем начнется гроза. Конечно. Клем, почему бы тебе не помочь Уолту с ужином? Привет, Клементина. Привет, Клементина. Хорошо тут устроилось? Да, спасибо. Отлично. Хочешь помочь приготовить мне ужин? Так оттуда ты знаешь Кенни? Они с Саритой очень помогли. Мы с ним старые друзья. Я встретил его после того, как все это началось. Когда он был с Ли? Да, он нам немного рассказал. Сейчас без общения с людьми и никак. Я не знаю, что бы я делал без Мэтью. Господи, как же ты мне напоминаешь моих учеников. Я не могу представить, каково это расти посреди всего этого. Я прекрасно справляюсь. Вот теперь ты говоришь точно, как моя ученица. А вы говорите, как мой учитель. Приму это за комплимент, спасибо. По-моему, он гей. Если я не ошибаюсь. Почти готово. Вы достойте меня честью продегустировать это блюдо, мадам. Мадемуазель, вообще-то. Выглядит... Хорошо. Выглядит как каша. Нет, неправда. Как художник, я не приемлю никакой критики, кроме дружеской. Хм. Поразительное сходство. Опять. Ладно, дальше я сам. Посмотрите дом. Банка та же самая, что была у того чувака, которого пристрелил Ник. Так что мне кажется, что их усач, это как раз их чувак, который находится снаружи. Судя по всему, насколько я помню, что этот лысый, ну, полулысый мужик гей, это скорее всего парень. И, блядь. Тут будет жарко, короче. Да не, это доходит, походу. Какой-то диск с бабочкой. Концерт Кузена Джарена, 13 октября 1998 год. Лазертроник. С ума сойти. Он диски принимает тоже, да? Напоминает мне о школе. Серьезно, вы елку наряжаете? Такое время? Я не видел, что за песню вы напеваете? Добрый король Венцислав, моя любимая рождественская песня. О чем она? Ну, она про короля, который принес еду голодающему. Король и его слуга шли всю ночь через холодную зимнюю буру до того человека. Буря, бля, сильна. Спустя некоторое время стало так холодно, что слуга не смог идти дальше. Но король сказал, чтобы тот шел по его следам. И шагал паш по следам, что король оставил. Снег же, где святой ступал, до земли растаял. Я охеренно читаю стихи. Я не понимаю. Это значит, что делать хорошие поступки для людей может быть полезно и для тебя. Все, хорош. Давайте поговорим с вами. Клем, нам бы пригодилась твоя помощь. Вот, Сара, возьми и повесь ее вон там, наверху. Ты раньше знала, Кенни? Наверное, невероятно встретить его снова. Когда я встретила его, ну, он сейчас совершенно другой. Так, как вы встретились с Кенни? Я нашла его запертым в ресторане, если ты можешь в это поверить. Заперто. Видела бы ты тогда его бороду. Отлично. Теперь нам нужна только верхушка. У нас всегда был ангел на верхушке елки. Моя семья не празднула Рождество, но мне нравятся украшения. Сука, приелась. Карта. У него лицо так погрустнело, но я не понял, к чему бы это могло быть. Камин огромный вообще, жесть. ну пусть развлекается пока возможность есть чтобы нет невидимости на пятно то есть я могу только наверх пойти теперь ну да какой забавный паренек многозначительная фраза это безумие зачем кому-то преследовать нас так долго мы не можем быть уверены прошла неделя мужик мы точно оторвались мы не можем быть уверены они могут следить за руки следить кто они по-моему ниндзя клемм люк сказал ты вела каких-то людей в долине людей внизу как я видела фонари какую сторону не направлялись обратно в лес мы не можем рисковать уходим на рассвете но на сегодня мы в безопасности верно клементина ты уже поговорил с этим ултером да что он сказал он напомнил кого-то еще кого-то еще кого-то еще кого его друга зовут мэтью слушай мне понравилось что сказал мужик мы остаемся тут ночевать просто поковыри с остальными они верят тебя тебе выясни что сможешь я пойду искать люка дорогой я не очень хорошо себя чувствую бэк что случилось я хочу пить понял сейчас вернусь я не хочу с ней говорить но либо звезду можем поставить либо ангела этого но давайте блять похер нужно сразу отсюда короче задействовать я понял а и выйти я уже не могу хотел с этой все-таки поговорить с дурой беременной но ладно ладно она выглядит так круто прекрасно мне нравилось это время года знаешь теперь когда твои друзья здесь это место начинает напоминать настоящий дом боюсь он будет разрушен чертям мать и уолтер замечательные люди честно говоря опасно быть такими добрыми но они не могут с этим ничего поделать подожди пока держишься мэтью как он выглядит он симпатичный мужчина немного ниже уолтера он должен скоро вернуться отвечаю ты тот чувак который застрелили сука хочу спросить тебя кенни не кажется тебе другим я не знала его раньше но мне любопытно да мне показалось что он стал другим что в нем изменилось трудно сказать а вы тут трое время не теряете кенни разве не красиво я возьму солнце я сама справлюсь кен я сказал что возьму всегда старается быть джентльменом но скажу тебе когда нашла его он не мог и муху поднять почему бы тебе не проверить готовлю твои друзья к ужину клемитин окей ладно это проверю но сделаем это уже в следующей серии всем кому понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки смотрите дальше комментируйте смотреть другие плейлисты продолжим уже в следующий раз всем удачи всем пока удачи